И показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мордокхея, но так как сказали ему, из какого народа Мордокхей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мордокхеев. Знакомые слова из очень знакомой истории, которая окончилась, конечно же, не так, как этот человек настраивался и настраивалось его семейство. Закончилось это все победой Божьей. И мы с вами хорошо знаем эту историю в книге Исфирь о том, как народ израильский был действительно близок к уничтожению. Это была не просто, знаете, угроза, которая неизвестна была бы она исполнена или не была бы. Люди все знали, люди ожидали своего конца. И Господь вышел навстречу, и Господь даровал великую победу. И мы понимаем с вами, что прошли уже годы, столетия, тысячелетия, и мы знаем с вами, что Господь, Он нас не постарел. И Он не поветшал, и у Него силы не ослабло. Вы знаете, друзья, вот это всегда нужно иметь перед собой. Мы должны понимать, что Господь остался таким же сильным, и Он остался таким же верным Своим Слову, Своим обетованием. И поэтому сегодня в свете всего происходящего нам необходимо с вами всегда это приводить на память. Есть моменты, где наша вера начинает, может быть, где-то колебаться, где-то серьезные переживания приходят в жизнь. И не без этого, друзья. Господь не хочет сделать нашу жизнь, знаете, такой безветренной, вот в штиле, в таком, в полном. Господь действительно допускает многие моменты, где происходит это в нашей жизни, это происходит в народе нашем. Это, может быть, происходит, как сейчас, происходит в Украине, происходит в Израиле. Все эти потрясения, которые сегодня колеблет мир, которые сегодня заставляют людей пускаться в различные теории, знаете, кто победит, за кем будет победа, что нужно сделать или что не нужно делать. Знаете, мы, как верующие люди, мы должны всегда понимать, что Господь исполняет Свою волю, и Господь выйдет победителем. Вот это то, что никогда нельзя сомневаться в этом. И сегодня, друзья, когда у нас есть возможность такая вместе молиться, вместе сегодня взывать к Богу об этих нуждах, я бы хотел вместе с вами обратить внимание на Третий Псалом. Я уверен, что когда мы слышим о каких-то бедствиях, происходящих где-то с нашими близкими, где-то, может быть, вот такие бедствия, как сейчас в Украине, в Израиле, знаете, есть разные реакции у людей. Есть люди, которые настолько воспламенены, скажем, этим беззаконием, что если бы не было каких-то сдерживающих факторов, они бы были на передовой, они бы просто шли вперед и старались совершить эту победу всеми силами. И есть разные люди, которые по-разному реагируют. И, вы знаете, друзья, хотелось бы вместе с вами посмотреть, как всё-таки Писание учит нас вот в моменты серьёзных потрясений, в моменты великого стресса, всё-таки как верующий человек, в каком состоянии он должен находить себя. Потому что иногда бывает, знаете, такой наплыв чувств, наплыв определённой ревности, наплыв определённых, знаете, стремлений к справедливости, к восстановлению определённых принципов, которые, нам кажется, пошатнулись. Вы знаете, мы иногда в этом порыве можем поступить неправильно. И Писание направляет нас, поэтому почему верующему человеку очень важно всегда находиться в Слове. Мы, как верующие люди, мы находимся в Слове, потому что это Слово, оно где-то может нас приостановить, где-то может нам немножечко перенаправить и перефокусировать наше внимание. И моё желание сегодня прочитать вместе с вами Третий Псалом. Знаете, этот Псалом написал Давид, и этот Псалом, он был написан в определённой стрессовой ситуации. Давайте мы его весь прочитаем, он небольшой, всего лишь 9 стихов, мы прочитаем Третий Псалом. Псалом Давида, когда он бежал от Весолома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глаза моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых от Господа спасения. «Над народом Твоим благословение Твоем». Итак, братья и сестры, перед нами песнь. Перед нами, можно сказать, молитва, молитвенная песнь. Перед нами сокрушенное сердце. Перед нами человек, который находится в величайшем стрессе, если так можно сказать. Стресс – это современное слово. Я уверен, что Давид не знал этого слова. Но он был в глубочайшей, можно сказать, стрессовой, по-другому не скажешь, стрессовой ситуации, состоянии, когда в его дом пришла беда. И эта беда пришла от его родного сына. Вот так и начинается этот псалом, когда он бежал. Бежал от Весолома, и подчеркивается, сына своего. Братья и сестры, для Давида, который был царем, который был в величайшем авторитете для всего израильского народа, прийти в это состояние – это было невообразимо. Вы знаете, можно было ожидать нападения врагов с какого-то другого государства. Но то, что произошло на его глазах, можно сказать, не выходя из дома, вот этот, мы с вами читаем эту историю во второй книге «Царств», в 15 главе, мы там читаем, как Авесолом, его сын, как он начал вкрадываться, так и написано, что начал вкрадываться в сердца иудеев, в сердца тех, которые клялись своей преданностью Давиду, которые по-другому жизнь свою не видели, и на глазах всего народа произошло это обольщение, друзья. И Давид, как царь, он понимал эту боль. Он понимал боль не только как отец. Мы даже представить себе не можем, что происходило в его мышлении, когда до него донесли эту весть. Вы знаете, когда мы читаем эту историю, мы сегодня не будем читать, но вы можете дома прочитать, когда мы читаем, там очень сжато написано. Вы знаете, там нету описания, может быть, чувств Давида, какой-то еще другой суеты, которая была, но мы можем себе представить, что помышлял Давид, когда ему сказали, ты знаешь, твой сын строит заговор. Уже идет везде вот эта информация, уже идет эта весть, что уже не ты царь. И вы знаете, друзья, вот Давид себя чувствовал пораженным вдвойне. Он чувствовал себя пораженным, потому что из его дома эта проблема возникла. И он чувствовал пораженным что-то в его же царстве. Вы знаете, вот двойная боль, что он как отец не смог предотвратить вот это восстание, не смог предвидеть, не смог остановить вовремя. И как царь этого государства он тоже не смог справиться с ситуацией. Вы знаете, как бы не дошло до него вовремя эта информация, не были сделаны определенные действия, которые он мог бы сделать на всех правах царя этого государства. И вот вы знаете, вот в этой скорби, в этом большом стрессе, в этой большой беде Давид находит себя, когда он пишет этот псалом. Видите, Господь ему посылает определенные слова, чувства. Он пишет эту песню. Он пишет этот псалом. Он пишет, когда это все происходило. И вот эти слова, друзья, с которых он начинает. Да, я хочу, чтобы мы обратили внимание на эти слова. Прежде всего, это идет, когда Давид описывает вот то давление, которое возникло в его жизни. Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Обратите внимание, Давид не упоминает своего сына. Он не говорит Господу, Господи, да что же это за сын у меня родился, который вот сейчас поднял свою руку на отца, который не просто не согласен со мной, который не просто хочет как-то по-другому свою жизнь построить. Он претендует на мое царство. Он претендует на мое место. И он претендует на мою жизнь. И поэтому, когда мы с вами еще раз, я обращаюсь к этой истории, мы читаем, мы видим, как окружение Давида, оно в буквальном смысле эвакуирует его оттуда, потому что они знают, что это закончится его смертью. Если сейчас бездействовать, если ничего не делать, то придет смерть. И Давид, когда он взывает к Богу, он не говорит о сыне. Знаете, вот он говорит о многих, о многих. Мы понимаем, что были многие люди, которые склонились на сторону Авесолома, которые в каком-то моменте, да, они поколебались в своем доверии, в своей, как говорят в Америке, есть лоялти, да, или своей преданности Давиду. И их преданность, она была перенаправлена к его сыну. И он находится в этом величайшем стрессе для себя, в том, что тяжело, может быть, и разумом понять, и он идет к Богу. Поэтому его молитва к Господу. Он говорит, Господи, как умножились враги мои. И многие восстают на меня, многие говорят. Знаете, друзья, когда это немногие, когда это, может быть, один человек в нашей жизни, который проходит нас мимо, который, может быть, с нами не здоровается, с которым у нас нету отношений, вы знаете, для нас жизнь не прекращается. Мы думаем, я могу перенести эту потерю. Ничего страшного. Но когда это уже многие, друзья, вот тогда действительно проверяется наше христианство. Тогда мы начинаем чувствовать, как колеблется под нами основа. Тогда мы начинаем действительно взывать к Богу. И мы можем посмотреть на свою жизнь, что действительно для верующих людей, и, к сожалению, мы с вами понимаем, что от врагов мы никуда не денемся. Нам хотелось бы строить свою жизнь так, чтобы у нас не было врагов. Но вы знаете, когда человек стоит за истину, есть люди, которые будут против. Они всегда будут против, потому что они не уважают истину, потому что Бог для них не авторитет, потому что у них есть преимущество в других целях, желаниях, намерениях. И если ты и я, мы остаемся верными истине, то у нас обязательно будут враги. И вы знаете, чем больше мы живем, тем врагов становится как будто бы даже больше. Меньше и меньше сегодня люди уделяют внимание точности Писания. Меньше и меньше сегодня у людей открыто сердце к тому, чтобы любить Бога всей душой, служить Богу от всего сердца. Вы знаете, сегодня люди идут по пути меньшего сопротивления. И только немногие, которые сегодня все-таки так же продолжают гореть в любовь к Богу. И вы знаете, эти люди, они становятся сегодня белыми воронами, эти люди сегодня становятся, не являются людьми, которых хорошо иметь в круге своего общения, потому что неудобно как-то, потому что эта истина, она сегодня не настолько привлекательная, она сегодня заставляет людей, возможно, пересматривать свои планы, цели в жизни. И мы с вами понимаем, что вот таким образом, может быть, мы не называем людей таких врагами, но мы чувствуем, что нет у этого connection. Мы понимаем, что это наше какое-то общение, оно надрывается. И для нас, друзья, выбор, зачем мы пойдем. Зачем мы пойдем? Будем ли мы стараться вернуть тех, кого, может быть, мы потеряли, ценой истины, ценой компромисса с истиной? Или мы останемся верными Богу? Давайте подумаем о Давиде. Давайте подумаем, когда он думал о своем сыне, своем родном сыне. Может быть, ему нужно было все бросить, все оставить, и пойти поклониться своему сыну, лишь бы был мир, лишь бы сына не потерять. Это же родное. И вы знаете, вот мы не видим в той истории, что Давид даже размышляет об этом. Он понимает, что для него это боль, невыразимая боль, необъяснимая. Нельзя описать это в словах. Но он говорит, Господи, я к Тебе иду. Хоть мне и жалко, хоть мне и больно, это мой сын, это мое царство, куда Ты меня поставил, это люди мои. Но я Тебя избираю. Господи, к Тебе я иду. И мы с вами видим и читаем, что эти люди, которых было много, которые хотели вот таким образом принести этот вред, или же нарушая весь мир в жизни Давида, они, смотрите, как они поступают, или каким образом они пытаются причинить еще больше боли ему. Они говорят, нет, ему спасение в Боге. Вот понимаете, эти люди, которые были настроены, да, с Авесоломом, которые уже решились, что они будут продвигать его на царство и будут строить новое царство. Мало того, что Давид находится в изгнании, эти люди, они при любой удобной возможности, что они говорят, друзья? Они пытаются бить в самое больное место. Они не просто хотят его замарать. Они не просто хотят выразить все то, что они думают о нем. Может быть, потому что им кто-то передал какие-то информации, но они хотят заставить его поколебаться в его вере. Они говорят, нет ему спасения в Боге. Они не просто говорят, Давид, ты никуда не денешься от нас. Нас много, мы тебя все равно поймаем, и все равно будет тебе конец. Они не это говорят. Они как будто знают, что для Давида Бог самое главное. Это все, для чего он живет. Они говорят, ты думаешь, тебя Бог спасать будет? Нет тебе там спасения. И вы знаете, можно подумать и представить себе много причин, по которым люди так могли говорить. У Давида была жизнь такая очень бурная, мы с вами знаем. И были моменты, где Бог судил Давида. И это все стало достоянием всех людей. И я уверен, что были, те люди говорят, ну, вот теперь Бог с тобой разбирается, Давид. Ты к Богу бежишь? А может быть, не стоит тебе к Богу бежать? Потому что неизвестно, как Бог на тебя среагирует. А примет ли Бог тебя? А окажет ли тебе Бог спасение? И вы знаете, они сеют вот это сомнение. Не просто в способностях Давида, не просто в его способности убежать от врагов. Он говорит, ты думаешь, что Бог тебя будет защищать? И вот Давид это все приносит Богу. И он понимает, что где-то, может быть, они имеют какую-то свою причину, по которой они это говорят. И представьте себе, что происходит у него на сердце? Он говорит, многие, многие говорят, нет ему спасения. Друзья, если бы нам многие начали говорить, что Бог наш, он нас не спасает. Что Бог наш, он нас не слышит. Вы понимаете, это не просто один человек однажды прошел мимо и бросил фразу. А когда тебе говорят об этом? И мы с вами знаем, многие, кто приехал из Союза, мы с вами знаем это время, когда это было очень многие, которые говорили, все, что они могли сказать. И они колебали веру. И они хотели посеять это сомнение. И слава Богу, Бог давал силы выстоять. Вы знаете, сегодня дьявол не поменял свою тактику. Возможно, у него есть другие формы обольщения. Возможно, он сегодня использует какие-то другие методы. Но его тактика, она осталась той же. Он хочет заставить верующих людей поколебаться в Боге. И вы знаете, друзья, вот когда происходят такие моменты потрясения, когда враги окружают, да, может быть, не нас здесь, но там где-то, в других странах, когда есть эти противостояния, когда люди видят других людей, когда происходит это горе. Вы знаете, есть человеческие импульсы, есть человеческие какие-то желания, как исправить эту ситуацию. И есть Божий ответ. И Господь хочет, чтобы мы воспользовались Его советом. Это то, чем пользовался Давид, это то, чем пользовались все те, которые переживали эти трудности. Вы знаете, они понимали, что если бы даже они и с войсками своими и могли что-то сделать, они понимали, никто не сделает это так, как сделает это Бог. Они предавали это Господу. Они полагались на Бога. И вот здесь в дальнейшем мы видим, что находясь под этим давлением, Давид провозглашает о своем доверии. Доверие Богу. И мы с 4 по 7 стих мы с вами читаем, в чем заключается это доверие. Что происходит в нем лично. Он говорит, но ты, Господи, щит передо мною, слава моя. И ты возносишь голову мою, глаза моим взываю к Господу. И он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Что мы с вами видим? Каким образом Давид проявляет это доверие? И это доверие, оно, во-первых, проявляется в том, что Давид, он понимает, что Господь его никогда не оставил. Он его не оставил. Не то, что Давид надеется, что Господь его не оставит. Вы знаете, в этой молитве, в этой письме мы это не видим. Он утверждает, что ты щит передо мною. Ты мой щит. И я это вижу, я это чувствую. Если бы не ты. Если бы не ты. Но Давид четко понимает это. Друзья, для нас это хороший пример, чтобы мы могли понимать. Если бы Господь сегодня на одно мгновение убрал свою защищающую руку, друзья, с нами бы дьявол сильно много не возился. Вы знаете, мы для него, как плоть и кровь, не доставляем никакой преграды, не являемой никакой ему опасности. Абсолютно. Только лишь потому, что Божья рука над нами. Только лишь потому, что Он является сегодня нашим щитом. Друзья, мы сегодня приходим на собрание, мы имеем эти мирные общения, мы можем так в тишине и Богу помолиться, и прославить Бога, и песни петь, и Слово читать. Мы это можем только лишь потому, что Господь наш щит. Каждый день. Каждый день Он продолжает нас миловать. И не по заслугам нашим. Мы недостойны того, что мы имеем. И за это, братья и сестры, нам нужно быть Богу благодарными. Это то, в чем заключалось доверие Давида. Он говорит, Господи, Ты мой щит. Пусть многие говорят, я абсолютно не колеблюсь в этом. Ты щит мой, Ты слава моя. Вы знаете, вот Давид имел славу, как царь. Имел славу, и я думаю, что он мог бы многим гордиться. Он говорит, не я слава, Ты моя слава. И мы сегодня проверяем себя, и тоже мы можем спросить себя, где мы славу ищем? В чем ищут сегодня люди славу? В своем имидже, может быть, где-то в своем достатке, где-то еще в своем внешнем виде. Я не знаю, есть разные пути, где люди ищут, как себя показать, как себя прославить. Но сердце верующего человека, сердце человека, любящего Бога, оно должно понимать, что вся наша слава, она у Господа. Господь наша слава, не мы. И поэтому Давид, вот так он выражает, что Ты, Господи, мой щит. Ты моя слава. Дальше, как это доверие еще выражается, мы видим с вами. Глаз со моим, пятом стихе мы читаем, «взываю Господу». Глаз со моим, братья и сестры. Он не скупился на то, чтобы Богу вопиять вслух. Это, знаете, можно сказать, одна из наших сложностей в наших молитвенных собраниях. Нам тяжело своим глазом воззвать Богу. И я хочу поощрить нас всех, друзья. Вы знаете, в этом есть величайшая сила. Почему многие люди, они выдержали этот натиск? Почему многие прошли вот это величайшее давление в своей жизни? Вы знаете, мы видим сплошь и рядом по Писанию, это люди, которые не молились в тишине своего сердца. Я не говорю, что они вообще никогда не молились. Наверное, молились. Но это люди, о которых пишут, и о которых пишут, они вопияли, они глазом взывали к Богу, голосом. Поэтому вот здесь мы с вами видим, вот это одна из характеристик верующего человека. Как нам пережить давление? Как нам справиться со всем тем, что происходит, когда вокруг нас сгущаются тучи? Когда все происходит не так, как мы хотели бы? Когда мы находимся под этим давлением, в этом большом стрессе, друзья, мы должны помнить, что Господь наш щит. И нам нужно взывать своим голосом к Богу, вопиять. В английском языке, по-моему, там сказано cry to the Lord. Cry to the Lord. Это кричал. Это плакал. Это не просто скромненькая молитва в тишине, так, чтобы никто не услышал. Вы знаете, когда есть потрясение, тогда люди не думают, что о них думать будут, как на них сейчас посмотрят. Вы знаете, они вопиют. Если мы даже еще вернемся в ту историю, с которой я начал, с книги «Исфирь», не сделал так Мердахей, не пошел там сам помолиться в комнате за закрытой дверью, никому не говорить. Вы знаете, эта вещь пошла. Это вещь пошла. Они пошли на такие дела, где и молились, и постились, и вопияли. И царица пошла напротив всех законов к царю на прием. Не знала, останется в живых, не осталась. Вы знаете, когда люди переживают определенные вот эти потрясения, находятся под этим давлением, они готовы кричать к Богу. Я вот думаю иногда, неужели нам Богом нужно, чтобы Бог ставил в нас такие ситуации, чтобы научить нас вопиять к Нему. Ну, получается так, наверное. Пока нету давления, да, мы вроде и в тишине сердца готовы помолиться, как действительно пришло, прижало нас, вопием, и уже не думаем ни о чем. И думаешь, Господи, ну, зачем? Можем мы, когда у нас хорошо, когда мы не переживаем этого стресса, голосом своим тебе молиться. Не просто в сердце, голосом. И я сегодня поощряю нас всех, друзья, нашу церковь, чтобы наши молитвенные собрания, они были голосовыми собраниями, чтобы это мы понимали, что Господь нашит, и что Он ждет нашего голоса. Вот этого усилия. Казалось бы, да, что тут такого? Ну, мы же то же самое говорим внутри, в своем разуме. А здесь усилие применить. Чуть-чуть усилие для того, чтобы голосом сказать и не думать ни о ком в этот момент. Что у нас кто-то может осудить, или что-то мы не так скажем. Вы знаете, мы к Господу молимся. Он говорит, я тебе, Господи, возвал, к тебе. И он не смотрел, кто его окружает. Поэтому верующие люди, мы с вами, христиане, мы должны пользоваться нашим голосом не только в пении, но и в молитвах наших, вслух. Он говорит, я взываю к Господу, и он слышит. Давид ни в коем не поколебался, никак, никаким образом он не поколебался. Он говорит, я взываю, и он слышит меня. Дальше, что происходит, вот его доверие, в чем оно происходит, или как, в чем оно отражается. Говорит, я ложусь, и я сплю. братья и сестры, вы хорошо спите под давлением, когда в стрессе вы находитесь? Сон приходит. Знаете, по-разному есть. Есть люди, которые спят, есть люди, которые не могут заснуть. Знаете, хотят спать, но не могут заснуть. И Бог дает Давиду этот сон. Он говорит, я ложусь, я сплю, и новый день приходит для меня, и я встаю. И, может быть, те, кто ищут души моей, они думают, что этот день, скорее всего, будет последний, но я просыпаюсь, и новый день приходит. И вот в этом спокойствии, казалось бы, да, вот среди всего этого потрясения Давид сохраняет себя в этом спокойствии. И не Давид сохраняет, его Бог сохраняет. Бог сохраняет его в этом спокойствии, братья и сестры. Для нас это характеристики человека, проходящего давление, человека, проходящего вот эти потрясения в своей жизни. Мы с вами идем к Богу. И вот от этого мы с вами и видим, как мы доверяем Богу, потому что если мы действительно доверились на Бога, Господь дает это спокойствие непонятное, необъяснимое. Никто не может объяснить, как ты, Давид, можешь спать за тобой твой сын гоняется, за тобой столько людей гоняются, да тебя убить могут в любое время, а ты спишь? Он говорит, а я сплю. Бог дает мне сон. Бог дает мне возможность отдохнуть и набраться сил. И посылает новый день. И вот это, друзья, характеристика человека, который доверяет Богу всем своим сердцем, ибо Господь защищает меня, так и Давид и пишет. Не убоюсь тем народа, или, как в английском там сказано, десятки тысяч народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Мы с вами понимаем, что в ситуации, которая сейчас происходит и в Украине, и в Израиле, это десятки, это сотни, наверное, тысяч людей, которые участвуют в этих войнах. Это серьезные армии. Это не просто, знаете, где-то какая-то перестрелка, где-то, но это серьезные, серьезные силы стоят с обоих сторон, и мы понимаем, что страх, я думаю, есть. Есть. Я не думаю, что там настолько люди бесстрашные. С одной и с другой стороны боятся. Почему? Потому что это же молодые люди в основном. В основном молодые люди, которых еще жизни сложилось, которые, может, кто-то еще не женатый, у кого-то нет семьи, а может, у кого-то молодые семьи. И вы знаете, их послали туда. Есть те, которые, скажем, принимают эти решения, им все равно. И у них есть страх. И есть это, вот то, что происходит там. Но мы с вами, братья и сестры, призываемся Писанием, чтобы нам не бояться. Мы понимаем, что нам здесь проще. На нас не стреляют. Сегодня здесь более-менее спокойно, тихо. Мы только по новостям можем слышать, переживать. Все. Но вместе с тем, друзья, мы же понимаем, что оно где-то затронет все части, все уголки земли. Потому что, ну, не думаю, что где-то будет, знаете, рай какой-то, куда все будут стараться убежать, потому что вот там, там все спокойно и тихо. Оно каким-то образом завяжет все, все государства, все структуры. И где-то будет вот это переживание, серьезные потрясения. И, может быть, даже оно не будет в виде войны, но будет какой-то другой кризис, понимаете. И оно придет, и оно коснется. И это будет проверка нас с вами, как мы доверяем нашему Богу. Готовы ли мы действительно положиться полностью на Бога, который дает нам и защиту, который и дает нам и сон, который слышит нас во всех наших молитвах. И вот это, братья и сестры, мы видим в Давиде. Он говорит, я не убоюсь. Я не убоюсь тем народа, который со всех сторон, куда бы ни посмотрел, везде враги, все против. И это нелегко. Нам сегодня с вами нелегко было бы, если бы нам некуда обратиться, где все вокруг нас против. Но Бог дает победу, Бог дает эту силу. И вот в третий момент, который мы с вами видим, это Давид провозглашает вот эту защиту, которую он видит в Боге. «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь вланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых». Да, ну, такие формы, конечно, мы понимаем сейчас, может быть, мы по-другому разговариваем, мы по-другому как-то подчеркиваем эти моменты. Ну, тогда это было вот в такой форме, да, и так поражали, и так это было в языке, особенно в певучем языке, эти все метафоры, они присутствуют. Но мы с вами видим, что то, что Давид здесь провозглашает, это мы читаем в 9 стихе, «от Господа, говорит, спасение». От Господа спасение. Это то, в чем он абсолютно не сомневался. Он говорит, «Не от меня спасение, не от моих воинов, не от моей сообразительности, смекалки, или, может, моего престола, или еще каких-то своих возможностей». Он говорит, «Нет, только от Бога спасение». И вот с этой мыслью я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились Богу, чтобы мы своим глазом воззвали к Нему, чтобы мы сегодня поняли, каким образом Господь может нас употреблять и использовать тогда, когда вокруг происходит вот это беззаконие, когда вокруг происходит потрясение, когда это давление, оно где-то кого-то касается, нас касается. Как нам реагировать? Мы должны поддерживать друг друга, мы должны друг друга направлять к Богу, к Писанию. Мы должны смотреть, как Господь спасение. Он всегда был щитом для своих детей. И мы с вами знаем, что Израиль – это народ Божий. И мы даже можем не сомневаться в том, что кто там победит. Вы знаете, это понятно. Это просто даже не надо быть слишком глубоким и великим ученым, чтобы понимать, что Господь свой народ никогда не оставит. Да, Бог проводит их через многие ситуации, серьезнейшие потрясения, через всю историю мы с вами читаем, но всегда Бог слышит эти молитвы людей, которые обращаются к Нему, и Он всегда снова выходит им на встречу, снова их спасает. Господь спасение. Бог спасения сегодня для Израиля. Бог спасения сегодня для всякого, кто находится в каких бы ни было потрясениях, переживаниях, братья и сестры. Поэтому мы должны благодарить Бога за это. Что бы нас ни было, вы знаете, не переходить на личности, вот как Давид это сделал. Он не сказал против своего сына, он не начал называть его какими-то плохими словами. Вы знаете, он понимал, что это враги, это, да, это, можно сказать, это духи, те, которые ополчились вокруг него. И он понимал, с кем он ведет борьбу. И даже не он ведет борьбу, а Бог ведет борьбу. Он говорит, Господи, я за тебя спрячусь. Можно я за тебя спрячусь, потому что ты, мужчина, то, что ты сделаешь, никто другой не сделает. Вот это состояние, правильное состояние христианина в любых потрясениях. Мы бежим к Богу. Мы не начинаем сразу суетно, знаете, искать варианты какие-то. Мы бежим к Богу. Прежде всего, самое главное, это самое правильное решение, когда мы говорим, Господи, помоги. Господи, ты моя защита. Без тебя я пропал, а с тобой я могу ложиться и спать спокойно. Знаете, Бог дает сон, Бог дает силу, Бог дает эту уверенность. И мы знаем, что от Господа наше спасение. Поэтому нашему Богу за это да будет слава. Аминь. Давайте мы сейчас в наших молитвах вслух помолимся и прославим нашего Бога.